В Москве 19 часов и 4 минуты вечер, добрые господа, у микрофона Юрия Пранько, это реальное время, ежедневное вечернее интерактивное шоу в рамках нашего вечернего информационного канала на волнах радиостанции Финам-ФМ. У нас сегодня будет интересная тема, интересный собеседник, единственное, что я сразу вам могу сказать по теме дня, по тому позорному решению, которое сегодня было принято Государственной Думой России в части так называемого закона Димы Яковлева, где народные избранники запретили усыновление детей иностранцами, в частности гражданами США. Вот эту главную тему дня мы будем обсуждать в пятницу, когда они там на охотном ряду соберутся и будут принимать этот законопроект в третьем чтении. Но вы все хорошо знаете о том, что там произошло. Я думаю, достаточно посмотреть сейчас социальные сети в Рунете и увидеть то отношение, которое высказали обычные россияне к произошедшему. Дождемся пятницы. Возможно, кто-то там на охотном ряду или не на охотном ряду одумается. Может быть, что-то иное примут, поправят этих господ с охотного ряда. В конце концов, они должны понимать, что вот сейчас 49 детей с крайне тяжелым диагнозом, они стоят уж, простите, за такой цинизм, но циничен не я. Циничны те, кто сегодня у нас там сидит на охотном ряду. Так вот, они стоят в очереди на усыновление. У них тяжелейшие заболевания у этих детей. Российская так называемая медицина ничего не может, ничем им не может помочь. И вот эти деятели сегодня, значит, приняли это решение. Я не буду предвосхищать. Еще раз скажу, в пятницу у них будет третье чтение, если они, конечно, его не перенесут. И, может быть, завтра господин президент их на своей пресс-конференции поправит. Потому что тот же господин Песков весьма интересный сделал заявление в части того, что это инициатива исключительно народных избранников, что Кремль здесь ни при чем, администрация ни при чем президента. Хотя по отдельным источникам в Единой России говорят, что все-таки им этот законопроект из администрации президента спустили. Так что внимательно следим, не нервничаем, спокойно дожидаемся пятницы итогового третьего чтения. После него законопроект либо поступает в Совет Федерации и далее к президенту, либо народные избранники будут вносить изменения и дополнения. Ну и также не могу не отметить, что у господина президента остается право витирование этого закона. Воспользуется он этим или нет, станет известно буквально, я думаю, в эти дни. Ну а сегодня тема нашего разговора не менее актуальна. Проект «Открытый бюджет. Как профессиональный диалог граждан с властью». Вообще это очень интересная тема. Мы постоянно говорим о коррупции, мы говорим о распилах, мы говорим о том, что госбюджет дербанит по полной программе. И я всегда задавался вопросом, как это возможно? Ну как возможно, госбюджет, который принят тем же российским парламентом, завизирован президентом страны и тем не менее вот разные события вокруг него происходят. Ну последний из них это саммит АТЭС, да. Сметы у нас в разы вырастают и это все финансируется из госбюджета. Алексей Попов, директор проекта Комитета гражданских инициатив «Открытый бюджет». Президент компании «Универсальная электронная карта» у нас сегодня в гостях. Алексей Ратвить, добрый вечер. Да, Юрий, здравствуйте. А напомню, средства коммуникации для слушателей, ваши звонки на многоканальный телефон 6510996, код москвы 495, финам.фм, это наш портал в интернете для ваших писем. Там же идет и прямая веб-трансляция, ну и можете пользоваться моим личным аккаунтом в Твиттере, направляя туда свои комментарии или вопросы. Алексей, на самом деле, а что вот это за проект? Давайте так, САЗОВ, да, для чего он создан? Какую цель вы преследуете? И меня, безусловно, интересует, как в это все будут вовлечены обычные граждане, да, которые, в общем-то, в массе своей, ну, я никого не хочу обидеть, но в тонкостях межбюджетных отношений, вообще бюджетирование слабо разбираются. Пожалуйста. Проект реализуется Комитетом гражданских инициатив и Фондом Алексея Леонидовича Кудрина. И главная задача Комитета гражданских инициатив — это, собственно, расширение гражданской активности. И тот проект «Открытый бюджет», директором которого я являюсь, он один из проектов, который, безусловно, способствует решению именно этой задачи — расширение гражданской активности. Существует довольно много проектов по открытости бюджетных данных, но непрофессионалам разобраться в бюджете на данный момент невозможно. Это набор цифр, набор кодов. Причем очень большого объема. Огромный государственный бюджет в Госдуму недавно, ну, в последнее время вот возили буквально там на тачках. Это очень большой объем. И он для простого гражданина совершенно нечитаем. Хотя бюджет — это инструмент реализации государственной политики. И если посмотреть это не как на цифры, а как на то, что планировалось достигнуть при помощи этих денег, что реально достигнуто, сколько планировалось потратить и сколько потрачено, можно сделать вывод о главном понятии, об эффективности деятельности власти и конкретно тех или иных чиновников, которые соответствующие разделы бюджета составляли, защищали, исполняли, потом отчитывались перед депутатами, а значит и перед гражданами за то, что они сделали. Аналогом является семейный бюджет. Он как раз абсолютно всем понятен. И вы же в первую очередь не задаетесь вопросом «Сколько?», а задаетесь вопросом «Зачем?». А потом начинается обсуждение, что из того объема денег более приоритетно сделать, что менее приоритетно, ну и потом подводятся какие-то итоги. В России есть четыре уровня бюджетов. Так. Четыре. Федеральный бюджет, бюджет — субъект Российской Федерации, бюджет муниципального образования, и бюджет муниципального поселения. Вот сколько уровней власти, столько и уровней бюджетов. Соответственно, чем выше уровень бюджета, тем менее он касается каждого конкретного человека в отдельности. Ну, то есть федеральный бюджет — это такие большие глобальные задачи, субъект менее глобальный, муниципал, и уж поселение — это совсем вот то, что людям понятно. Это почти следующий уже семейный бюджет. Это на этой же улице, согласен, да. Это вот конкретный фонтан, конкретная дорога, конкретная водокачка. Вот понятная совершенно история, и это на виду. Ну, видно было, что вот обещал мэр построить водокачку, не построил. Вокруг этого может развиться какая-то, значит, соответственно, дискуссия, которая потом может привести к отставке или к непереизбранию этого должностного лица на следующий период. — Соответственно, что мы сделали? Мы решили рассмотреть все уровни бюджетной системы и сделали несколько пилотных проектов. Рассмотрим федеральный бюджет. Этот год вообще богат на большие такие инициативы правительства. Первое, с 1 июля вступил в действие чрезвычайно важный закон, о котором, на мой взгляд, вообще никто ничего не знает. Закон называется «О предоставлении государственных и муниципальных услуг». Там много чего полезного написано, но самое полезное — это то, что теперь ни один чиновник не вправе с граждан стребовать справок. Что гражданину надо побегать, собрать справки. Есть интересное такое на YouTube даже можно найти выступление Юрия Никулина, клоуна. Называется оно «Бюрократ». И оно на нашем сайте budget4me.ru, оно там тоже есть. Там юмореско 60-х, по-моему, годов, когда Никулин приходит устраиваться на работу к бюрократу. Бюрократа играет там другой артист. И он с него требует справку за справкой, справку за справкой. И Каникулин дает, значит, 25-ю справку. Бюрократ падает в обморок, потому что он не понимает, что делать дальше. Он требовал все, а у этого все оказалось. Вот закон должен положить конец этой истории. Вы хотите сказать, что в России это уже произошло? Сейчас скажу. Я пока не хочу это сказать. Я хочу сказать, что это написано в законе. И такой закон есть. На деятельность вот всех этих бюрократов, всех систем, в целом из всех бюджетов тратится более 600 миллиардов рублей в год. Это большая сумма. Я молчу. Я пока впечатляю, что называется. Это вот только... 600 миллиардов на слуг народа. Это не здравоохранение, не образование. Это есть такая статья на организацию государственного управления. То, что называется бюрократия. Фактически. Вот управление всем этим процессом. 600 миллиардов. И, соответственно, оказание услуг населения. Вдумайтесь в эти цифры. 81 миллион государственных услуг и муниципальных оказывается в год. Для этого гражданами сейчас совершается 560 миллионов соответствующих походов за справками. То есть, одна услуга сопровождается примерно... Что там? 5, 6... 6 справок в среднем надо собрать для того, чтобы одну услугу получить. Соответственно, если вот этот закон вступает в силу и действует принцип одного окна, то количество походов почти на 400 миллионов в год сокращается. Это же какая радость-то. А что реально происходит? Об этом мы поговорим с моим гостем Алексеем Поповым сразу после краткого выпуска новостей. 19 часов 18 минут. Это реальное время. Финам.фм. У нас сегодня в гостях Алексей Попов, директор проекта Комитета гражданских инициатив «Открытый бюджет». Для тех, кто только в эти минуты к нам присоединился, напомню, что, значит, на бюрократов России мы тратим в год 600 миллиардов рублей, 81 миллион операций, так связанных с госуслугами и муниципальными услугами, 560 миллионов походов человека для того, чтобы получить некую услугу, и это меня повергает в шок. Это нам приговор. Это нам приговор. Это век, когда везде должны быть электронные документы, электронный документ-оборот. У нас есть государственная программа, целая информационная общество, в которой все эти цели, задачи прописаны. Там тоже госфинансирование, да? Ну, там в год порядка 3-4 миллиардов рублей тратится. Ну, неплохо. На то, чтобы вот это реализовать. И вот по факту-то, Алексей. Значит так, что по факту. Да, 600 миллиардов рублей в год тратится из государства, а сколько еще люди платят всяким фирмам и фирмочкам-посредникам, которые за определенные вознаграждения готовы всю эту головную боль взять на себя. Как правило, эти же фирмы существуют рядышком с органами власти. С госучреждениями, да. И надо заплатить, и все тогда будет просто и быстро. Хотя на самом деле всего лишь разные чиновники должны договориться между собой о том, как они обмениваются данными, и все. Это же и есть вот то самое электронное правительство, о котором мы давным-давно говорили. Вот оно, оно касается не только интернет-пользователей каких-то активных, а вообще всех, без исключения людей. Но не работает. Не могут договориться. Значит, да, в моем понимании сейчас примерно 5% от необходимых справок собирают чиновники, а 95% как собирали люди, так и собирают. 5% в моем понимании это равно не работает. Чтобы это проверить, это проверить очень просто. Достаточно подойти в любое учреждение, оказывающее услуги, и просто сфотографировать, что написано на информационном стенде. А там должно быть написано, что граждане теперь, с 1 июля, с вас справки требовать не вправе, подавайте заявление, и в следующий раз приходите уже за результатом оказания услуги. А на стендах на самом деле висят справки, какие нужно собрать, куда их нужно принести, кем должны быть заверены, какой они должны быть формы, то-то, то-то, то. Все это есть на стендах. Так вот, один из пилотных проектов на нашего портала «Открытый бюджет» это как раз и есть страница жалоб, куда граждане могут помещать соответствующие жалобы. — Подождите, Алексей, а что на них жаловаться? — Нет, нет. — Бюрократия в России — это становой хребет. Кое-кто 12 лет тому назад сделал на них ставку. Вот какой смысл? Ну хорошо, вот я там возмущен, там разгорячен, да, меня послали в суд, как известно, или в лес у нас разный. — Нет, нет, там не суд. — Там не суд. Значит, этим же законом предусмотрена специальная досудебная процедура решения таких вопросов, довольно простая. То есть гражданин пишет жалобу. — Как? — Эта жалоба быстро рассматривается вышестоящим органом, и соответствующее должностное лицо, незаконно истребовавшее справку, штрафуется, а потом увольняется. — Но это по закону? — Это по закону. — А по факту? — По факту, я вас уверяю, что так и будет происходить, если будут соответствующие обращения. Сейчас просто такие обращения некуда по факту подать. Только в само же то же окно куда-то и пришел. Поэтому что мы сделали? Первое. Мы всю эту историю, которую я вам сейчас рассказал, сколько тратится денег, сколько не надо собирать справок, что теперь это все должно действовать, описали на нашем сайте. Это раз. Два. Мы сделали соответствующую страницу, где пользователь подает соответствующую жалобу. Мы направляем ее, куда она должна быть направлена. Орган обязан в течение месяца дать нам на эту жалобу ответ. И это работает. На обращении граждан даются ответы. Мы размещаем у себя... Ответы или отписки? А вот сейчас расскажу. Может быть ответ, может быть отписка. Да. Значит, дается ответ, и гражданин потом пишет, согласен он с этим ответом. Все это публично, то есть копится статистика вопросов, ответов. Это не письмами, вот так кулуарно, что никто не... Копится статистика. Соответственно, одно письмо, два письма, три письма, это все-таки не вывод. А десять, сто тысяч писем, это вывод. И вывод в отношении конкретных чиновников, отвечающих за оказание конкретных услуг в конкретных совершенно регионах, вот в конкретных учреждениях. И у нас публикуется рейтинг таких чиновников, который составляется в том числе и по результатам вот этой работы. И популяризировать все это мы планируем в социальных сетях. Сейчас в социальных сетях в России это десятки миллионов активных пользователей. Они либо сами ходят за этими услугами, либо их бабушки, дедушки тоже ходят за этими услугами. Поэтому вот эти пользователи и должны через социальные сети узнать о том, что такой закон есть, узнать о том, что у них есть теперь такое право, и узнать о том, что есть место, где можно действенно повлиять на то, чтобы это исполнялось. Ну, смотрите, Алексей, человеку надо решить конкретную проблему. Возможно, в сжатые сроки, да. И он ограничен просто во временном пространстве. Плюс он не хочет себе нервы мотать. Он не хочет там стоять в этих очередях, улыбаться этим слугам народа. И тут есть люди, которые говорят, да без проблем. Сейчас мы все твои проблемы заберем на себя. А вы предлагаете, давайте вот писать, потом, значит, миссингом ждать, потом вот это так, вот это так. Я к тому, что, да, обыватель в хорошем понимании этого слова скорее заплатит вот этим непонятно фирмочкам. И пускай. Но пусть при этом сфотографирует вот это окно, где висит, что надо собрать справки, и пришлет нам. Он может, если ему не охота, там, я понимаю, нужна услуга, а не вот это стяжательство. Конечно. Он может куда-то писать, тем более непонятно, будет ли результат, не будет. От одной жалобы, может, и не будет, там все равно пока накопится. Нормально. Но пусть сфотографирует, пусть пришлет нам вот эту конструкцию всю на стене написанную. И тогда он и себя в будущем избавит. А главное, сколько людей он еще избавит от этого. Ведь мы с чего начали? Мы начали с активной гражданской позиции. Если позиция неактивная, все это не имеет никакого смысла. Ну, согласитесь, есть закон, нет закона. Кто-то решит, и не будет, а кто-то решит, и будет. Но это же правда не так. Знаете, когда начались вот эти коррупционные скандалы, я имею в виду с господином Сердюковым и с госпожой Скрынник, это из другой области, на самом деле, скоррелировано то, о чем мы говорим. Люди в массе своей мне говорили так, да это не новости для нас. Мы всегда знали, что они воруют. Я, конечно, у меня было, знаете, такое состояние. Ну, как же, ну вот они, выявленные факты, да, вот надо. Вы же сами против коррупции. Люди говорят, мы все это знаем. Вы знаете, я сам работал в правительстве Российской Федерации. Я могу сказать, что очень часто, по разным причинам, я не говорю о конкретных каких-то персоналиях, про человека могу сказать, он плохой, он плохо делает свою работу, он коррупционер. И я уверен, что и про меня велось много подобного рода вещей, поскольку я занимал какие-то значимые посты, без сомнения. Но я, как руководитель, всегда старался все-таки своим подчиненным доверять. И если не было никаких вот прям конкретных, подтвержденных, понятных фактов, то разовые эти вещи, ну, как-то я в своей голове копил какую-то статистику. Вот что я делал. Ну, как чтобы было какое-то понимание мое, потому что разговоры-то всегда разговариваются. Так вот, портал, это как раз та история, которая создана для публичного накопления вот такой статистики. Не по людям в целом. Мы не беремся судить о вещах, которые не позволяют однозначного толкования. Ну, так вот, в целом, наверное, Вася плохой. Вот такого там вы не найдете. А Петя, наверное, в целом вот получше. Это сколько людей, столько и мнений. Здесь речь идет о конкретном простом вопросе. Требует справку или не требует справку. О конкретном окне, конкретном учреждении по конкретному адресу. Все, нам больше ничего не надо. Все остальную статистику мы подведем. И абсолютно точно будут и штрафы, и абсолютно точно будут и увольнения. Не сомневаюсь. Ну, я хочу все-таки тогда вернуться к бюджетированию, да, и вот федеральный уровень рассмотреть. Скажите мне, как можно воровать из бюджета? Ну, это вопрос такой философско... Не прикладной? Нет, я спрашиваю. Это вопрос такой философский, как можно вообще вот из общих канонов или как можно... Ну, я слышу, допустим, от господина Путина, что до трети бюджетных средств расходуются нецелевым назначением. Можно это по-разному трактовать, это не всегда воровство, да. Нецелевое распределение это не по тем направлениям. А глупость приносит убытков, в моем понимании, еще больше. А от третьего президента России я в свое время слышал, что триллион разворовывается из пяти триллионов на госзакупки, да. То есть это у меня крайне прикладной вопрос. Я хочу понять, как можно разворовать там, где вроде как же все прописано, да, все статьи. Но, тем не менее, вот эти господа же делают такие заявления? Ну, на закупках статьи это статьи, а результат закупки это конкретный контракт с конкретным подрядчиком. И вот я могу сказать, что та система прозрачности госзакупок, которую в том числе с моими уважаемыми коллегами из Министерства экономического развития делало федеральное казначейство, заместителем руководителя которого я являлся, появился портал закупки гофру. Кто только сейчас не ругает этот портал? Что там, ничего непонятно, он вообще какой-то непонятный. Ну, давайте вспомним, вот все знают известный сайт rospeel.ru. И все говорят, как же хорошо теперь, вот мы видим, что купили золотые кровати. А что бы было, если бы не было портала закупки гофру? Отвечу, ничего бы этого не было. Ничего бы этого даже не обсуждалось. А ведь, как правило, отменяются тендеры. Это вот коммерсант написал, там кто-то золотые кровати купил, потом раз, смотришь, отменил. Кто-то там какие-то мерседесы закупил, не закупил, а только объявил. Смотришь, отменил. Работает. Работает. То есть публичность это залог того, что вот не будут дербанить, что называется. Ну, видите, проблема нечистости на руку есть во всех странах, уверяю вас, наверняка. От этого легче мне не становится. Но вот моя-то задача, максимальная публичность и конкретность, конкретность, я подчеркиваю, чтобы общие фразы ничего не вылечат, потому что им нет доверия в общем фразе. Вот об этом поговорим, о конкретности, о предметности, именно о проекте «Открытый бюджет» после краткого выпуска новостей. 19 часов 31 минута, реальное время. Финам.ФМ. Алексей Попов, директор проекта Комитета гражданских инициатив «Открытый бюджет» сегодня у нас в гостях. 65 10 99 6, код Москвы, 495, номер многоканального телефона. Финам.ФМ, наш портал в интернете для ваших писем. Там же идет и прямая веб-трансляция. Алексей, так вот давайте предметно, да? Вот «Открытый бюджет». Вы выворачиваете наизнанку... «Цифры в знаменателе». То, о чем я сейчас говорю, я... Смотрите, вот те вот 600 миллиардов, я же не про них говорил, я в основном говорил про числитель. А что, на что тратятся и на что не должны тратиться? Что вообще планировалось за эти деньги? А вот так бы сказал, ну 600 миллиардов тратится на госрасходы. Это много или мало, да что, все знаете. Наверное, нормально. Ну так. Кому-то... Смотря на что, да? Да, щи жидкие, а кому-то жемчуг мелок, да. Ну так вроде на всю страну посмотришь, поделишь на количество людей. Может быть, там и более-менее. Вторая тема, она еще более важная, еще более социальная, это модернизация здравоохранения. Все меня уже в дрожь кинуло. Так. Это была глобальная государственная программа. На это собрали дополнительные 2% налога со всего бизнеса. Помните, увеличили налог, сказали, что вот эти 2% пойдут на то, уважаемые бизнесмены, чтобы модернизировать наше здравоохранение. Мы будем на эти деньги покупать томографы, ремонтировать медицинские учреждения, оснащать медицинские учреждения современными информационными системами, там, электронной записью на приемку врачу, медицинской картой. Ну, все-все-все. Там много чего было. И, на самом деле, много чего сделано. Вот в этой-то связи много чего сделано. Что характерно, что эти деньги выделялись под конкретные медицинские объекты с конкретными адресами и с конкретными задачами. Капитальный ремонт. Планировалось столько метров отремонтировать за столько денег. Отремонтировали столько за столько денег. Эти все данные есть, но они никогда не собирались воедино и не опубличивались. Мы же их опубличили впервые. На карте можно найти любое медицинское учреждение, которое попало в программу модернизации. А их очень много. Ну, реально, очень много. Они везде. Не только в городах, а не в селах, в поселках, по всей стране. Так. И что уже вы увидели? Найти это учреждение. Это, опять, не мы должны увидеть. Граждане должны увидеть. Найти учреждение и увидеть, как это учреждение отчиталось о выполнении программы. Причем не только в деньгах. Видно, сколько денег. Действительно, ему выделили, сколько оно потратило. А и в конкретных томографах, электронной очереди, электронной карте, капитальном ремонте. Люди, которые ходят туда лечиться, видят, что же на самом деле изменилось. И только они видят. С федерального уровня этого не видно. И ревизоров во все эти десятки тысяч учреждений не пошлешь. Поэтому все, что мы думаем, должно работать, это то, что гражданин, если он не удовлетворен по какой-то причине, оказанием медицинской помощи в этом учреждении, он может потом, вернувшись домой, найти это учреждение на карте, посмотреть, на что там планировалась та самая модернизация, что реально сделано, и написать нам. И? Был ли капремонт? Не было бы капремонта. Есть ли реально там какая-то электронная запись на прием к врачу? Или ее нет? Ответил человек активно гражданской позиции, сходил в поликлинику, разочаровался, пришел, посмотрел вас, написал и? То же самое. Статистика. Копится статистика. Статистика открыто публикуется. За каждую эту поликлинику есть персонально ответственный министр здравоохранения в каждом регионе. Они у нас все здесь есть на портале. С лиц, с фотографиями, с рейтингами. И, соответственно, как только копится статистика, во-первых, этой информацией заинтересуются наверняка как раз контрольно-счетные органы, счетные палаты, потому что нет смысла проверять всех подряд, а есть смысл проверять тех, где граждане считают, что ничего не сделано. И второе, безусловно, этой тематикой заинтересуются руководители региональные. Ну, то есть этой информации просто нигде нет. Нигде нет сигнала с мест, а что же на самом деле там сделано. Есть отчетность. Наша задача эту отчетность опубличить, показать. Показать всем, на что потрачены эти триллионы рублей. Я просто параллельно смотрю сейчас на ваш сайт. Вот там на карте можно найти. У меня-то вот, видите, интернета нет. Да, тут я в более привилегированном положении сейчас нахожусь. Но здесь действительно можно найти. Там куча этих учреждений, вот, а их на карте прям можно найти. Там Яндекс.Карты туда подгружаются. И, соответственно, написать нам. Ну, это не нам, это на портал выпили. Но, Алексей, подождите, вы мне объясните. Кроме того, что вы ведете статистику, да, у человека появляется возможность написать и, скорее всего, получить некий ответ. Да, обязательно. Через промежуток времени. Что в сухом остатке-то должно быть? В сухом остатке это реальное улучшение дел в связи с активностью гражданского общества. Если что-то не доделано в поликлинике, сменят нерадивого чиновника и доделают. Почему вы так думаете, что сменят нерадивого чиновника? Потому что я просто знаю, как принимаются решения. Были примеры? Были, очень много. Были и очень много. Можете привести? Ну, вы не знаете этих людей в регионах с их фамилиями, но я работал в крупных структурах, и реально чиновников на местах снимают. Будь здоров, как? Была бы, что называется, теоретическая и доказательная база. А мы ее даем здесь, потому что обратной связи-то не было. А здесь она есть. Есть статистика. Много, мало. Дальше можно точечно посмотреть и убедиться, так ли это. Почему-то мне кажется, что во многих этих отчетах есть приписки. Ну, они есть. И никто не может сказать, хорошо там сделан ремонт или нет. Может быть, потратили-то все, что хотели, но только два раза мазнули по стене и закрыли вопрос. То есть вы призываете граждан России к тому, чтобы они подняли свою пятую точку, посмотрели окружающий мир и сделали из него выводы. Настучали вам. И дальше цепочка должна вроде как заработать. Заработать. Но специально ничего поднимать не надо. Вот человек живет своей жизнью, он попал в поликлинику по какой-то причине, не дай бог, конечно. Или там пошел получать какую-то услугу. Не получил, да. И да. Он должен первое знать, и второе не полениться там в три клика что-то такое написать в интернете. И мы хотим точно сказать, что это не будет зря. Это точно не будет зря. Один напишет, может, будет зря. А там сто тысяч напишут, уже зря не будет. Это правда. Я могу точно сказать, что на такие вещи есть реакция. То есть вы хотите сказать, что власть, она реагирует. Реагирует. Власть меняется. Да. Но у меня-то создается такое впечатление, что власть вообще неподвижна. Ну, смотря что под этим понимать. Конкретные люди на местах, которые оказывают услуги, на них тысяча и одна управа. Да. Вот очень хорошо, что вы сказали именно конечных бенефицаров. Может быть, из них и делают козлов отпущение. Но я что-то не заметил. Вот сколько было претензий по предыдущему Министерству здравоохранения и социального развития, которого уже нет. Да. Вот это суперведомство. Госпожи Голиковой. Сколько было скандалов. И не только томографы. Я помню, как из аппарата Сечина прислали нам материалы, связанные с закупками лекарственных препаратов и так далее. Ну и что? Госпожа Голикова, советник президента. Понимаете? Я просто вот смотрю на эту ситуацию. Может быть, вы правы, что надо смотреть и снизу. И, может быть, в первую очередь снизу. Но есть, извините, и верх, который задает тренды в этой стране. И там все очень даже в шоколаде и в мармеладе. Я только лишь за то выступаю, чтобы говорить понятным языком и решение принимать взвешенные. Если, ну, представьте, сколько людей работает в системе здравоохранения. Если за каждый проступок, за каждые 10 проступков, за каждые 100 проступков в этой системе снимать руководство, то ни один человек не усидит до дня. При каких условиях тогда снимать руководство? Вот я тогда разверну этот аспект с другой стороны. Потому что я вот конкретно по Татьяне Гуле... И здесь ничего личного, да? Я задавал этот вопрос Миронову, который в тот момент еще был председателем Совета Федерации, а мы сидели на чистых прудах нашей станции, да? А я говорю, почему этот министр работает? Объясните. По этому ведомству есть определенные претензии. Есть мировая процедура. Министр отстраняется. Он не отправляется в отставку, а отстраняется на время расследования или следственных мероприятий. И если он чистый белый, он возвращается на свой пост. Здесь ничего в России подобного не происходит. Нет, наверное, если это происходит в самом министерстве, наверное. Если это происходит в каком-то 25-м подведомственном учреждении где-то, то там есть свои непосредственные начальники. Речь же идет о том, что непосредственный начальник, который способен повлиять, он должен, значит, отойти в сторону на это время. Но это же система многоуровневая. Вот, например, за Министерство здравоохранения за что отвечает? За некие стандарты, правила и порядки. Но ведь за саму... Это очень важно. Это федеративное государство. За саму организацию медицинской помощи отвечают губернаторы и им подчиненные министры. А какие могут быть, Алексей, я сейчас буду на вас нападать. Какие могут быть стандарты, единые в стране, где в Москве один уровень жизни, а, простите, в Якутии иной уровень жизни? Вот какой стандарт? Отраслевой. Отраслевой? Конечно. А что это? Ну, что такое, например, медицинская карта, как она ведется? Вот эти, вы же со времен, вы же были в поликлиниках. И видите, вот утвержденная форма там анализа. Форма такая. Вот это главная задача чиновников, на которых тратится 600 миллиардов. Слушайте, в нашей стране действительно госуправление это самый хороший вид бизнеса. Знаете, вот за что мы... Карточку сочинил и получил деньги. Я сейчас никого не защищаю, я просто за последовательность и здравый смысл, вот только за это. Я очень боюсь огульных разговоров, не потому что сам за себя боюсь, а просто я не приемлю их, потому что из них невозможно сделать выводов. Это разговор ради разговоров. Нет, я вам задал предметный вопрос. Вот вы сами сказали по Министерству здравоохранения, это некие стандарты. Мне непонятно, какие стандарты. Вот за что мы любим немецкую медицину? За что мы любим немецкую медицину? За то, что там любой сценарий лечения... Я никогда там не лечился, поэтому... Я был. И мне вот очень нравится, почему? Потому что там любой ход любой болезни, он имеет четко понятную дорожную карту. Сейчас очень модно вот это слово говорить. Там взять эти анализы, сделать такой вывод, потом пойти этим путем или этим путем. То есть там накоплена некая база типовых линий поведения в зависимости от той или иной процедуры. Поэтому вероятность ошибки, она гораздо ниже, понимаете, да? Потому что лучшая практика копится, обобщается, из нее делаются там понятные какие-то сценарии. Это и есть работа регулятора. Это и есть работа регулятора. Хорошо. Вот из вашего проекта, вы сами сказали, можно прийти к выводу об эффективности расходования средств. И вот уже практика деятельности проекта к чему подводит? Он только начался. Он только начался, конечно. Я думаю, что весной мы будем обобщать обязательно конкретные результаты по конкретным фамилиям. Моя задача выйти на предметный абсолютно разговор в цифрах не в целом, вот как я сейчас говорю, потому что это бессмысленно. А в отношении конкретных регионов, конкретных чиновников, конкретной статистики в обверенной им... Там могут оказаться федеральные министры. А федеральные министры отвечают и за первый, и за второй проект персонально по министру, да. И это у нас на портале есть, кто за что отвечает. А если окажутся там фамилии, мягко говоря, в Нельце приятном свете. А фамилии там уже есть, кто отвечает. Просто сейчас статистика накопится, и можно будет судить об этом. Это никакой не секрет. То есть вы готовите документы для отставки нынешнего кабинета министра? Я нет. Спасибо. Это портал, он о другом. Он о том, что нужно доводить дела до конца. А конец — это удовлетворение граждан результатами того или иного процесса. Но давайте еще раз, да, потому что я хочу не просто привлечь внимание к вашему проекту, а к тому, чтобы процедурно или с технической точки зрения люди могли понять, о чем идет речь, как они туда могут заходить, и самое главное, что они там могут сделать. То есть когда мы говорим о федеральном бюджете, ну там триллионы же, да. И человеку миллиарды очень сложно представить. Непонятно, да. А там вот эти вот цифры, 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 цифры. Плюс отраслевое направление у вас, разбивка идет по отраслям, конкретно госфинансирование. Вот человек взбешенный вернулся там, я не знаю, из конторы под названием «Одно окно». Вот срочно надо фотографировать эту историю, где справки берут. Ему скажешь, что вы тут фотографируете? Да ну, с сотовым телефоном. Продолжим после краткого выпуска новостей. А 19 часов 48 минут, это реальное время. Финам.фм, меня зовут Юрий Пранько, и напротив меня здесь, в нашей московской студии, Алексей Попов, директор проекта Комитета гражданских инициатив «Открытый бюджет». Эту часть программы мы проводим в интерактивном режиме, поэтому напомню, средства коммуникации. Многоканальный телефон 65 10 99 и 6, код Москвы 495, финам.фм. Соответственно, наш портал в интернете для ваших писем, там же идет и прямая веб-трансляция. Но, прежде всего, Алексей, еще один, третий аспект вашего проекта, в чем он заключается? — Хочу сказать, что вот те два проекта, которые я сейчас рассказал, это госуслуги и проект модернизации здравоохранения, это малая часть всех бюджетных денег, которые тратятся. И такой проект, как наш, был бы существенно более востребован, если бы бюджет изначально верстался бы в понятных, конкретных объектах, дорогах, там вот по дорогам, поле непаханное просто, по образованию, по ЖКХ. Сколько вот этих вещей, где реально есть о чем поговорить с гражданами, есть чего им объяснить, есть где учесть их мнение. Но, к сожалению, там вот таких вот показателей, как справки, поликлиники с адресами, просто нету. И мы свою задачу, федеральное правительство работает над этим своим чередом, есть специальные постановления правительства, и мы надеемся, что бюджет 2014 года уже попытаются сверстать в таком формате. Не все возможно, но многое попытаются. Мы видим свою задачу в работе с муниципалитетами. Это то, что, безусловно, каждый гражданин проживает, ну, в первую очередь, конечно, в Российской Федерации, а в следующую очередь в своем конкретном городе, селе, населенном пункте. И то, с чего я начал, что бюджет конкретного города, пусть он маленький, но зато он абсолютно предметен. Там нету обороны в целом, нет безопасности засекреченной, ничего этого нет. Есть понятные конкретные объекты. Поэтому мы сейчас работаем с муниципальными образованиями сразу над тем, чтобы они верстали свои бюджеты правильно. Чтобы они верстали свои бюджеты в деньгах во вторую очередь, а в водокачках, дорогах, вышках, свалках в первую очередь. И уже сейчас шесть регионов с нами сотрудничают. Это дело добровольное. Значит, если они хотят сами открыться, то они с нами работают. Мы им даем все необходимые правила, порядки, процедуры, законы, приказы, которые они там у себя на месте принимают. И мы им даем инструмент в виде нашего портала. Все это, естественно, безвозмездно. У нас не коммерческий проект. А регионы и главные муниципальные депутаты должны общаться посредством вот этих инструментов со своим населением. И вы знаете, мы сейчас у нас 17 муниципальных образований пилотных. Я даже перечислю эти регионы, где они, потому что хочу лишний раз поблагодарить руководство этих регионов. Мы выходили туда через самую, что ни на есть, парадную дверь через губернаторов. Это Ярославская область, это Республика Коми, это Волгоградская область, Московская область, Амурская область и Кировская область. Вот конкретно губернаторы заинтересовались этим вопросом, нашли муниципальное образование, сказали им, что надо делать. Муниципальное образование приехали к нам. То есть, вот то, что вы говорите, это никому не надо, но, по всей видимости, надо. Алексей, а это не Потемкинские деревни, нет? Нет. Уже сейчас, например, Ярославская область можно по целому ряду показателей сравнить бюджеты Переславля-Залесского и Рыбинска. Вот два города, 200 километров между собой. Почему? Граждане могут задать. А почему в одном городе за эти деньги решаются и мосты, и дороги, а в другом только мосты, а на дороге уже не хватает? Может, строим не так? Может, управляем неправильно? Может быть, стоит оттуда управленцы нам сюда привезти, чтобы он у нас построил? А такой город, имеющий большое значение, как Москва. Москва — это субъект федерации. Нет, ну, она и субъект, и мы, этот город вообще уникально, конечно, создали федеральный уровень, выше просто у москвичей права на муниципальное управление. Умеющие ребятки работают. Ничего не могу сказать. Надеюсь, рано или поздно это поменяется. Ну, хорошо, у вас же там и субъект федерации есть. Ну, сейчас мы Москву не включали, именно по той причине, по которой вы сказали. Москва большая, а нужно работать с конкретным двором, с конкретной управой. Но я хочу сказать, в Москве очень много своих похожих инициатив. Они сами довольно серьезно занимаются процедурами открытости бюджета. Есть порталы «Дом.Мос.Ру», «Двор.Мос.Ру», «Дорога.Мос.Ру». И на этих порталах вы фактически можете сделать то же самое. И тем не менее наши дорожники в снег забивают и заколачивают асфальт. И при этом чиновники говорят, что все в рамках методологии. Говорят, ребята, вы, Бога, побойтесь. Вообще, что творите-то? Они говорят, нет, все в рамках. Все в рамках. Может, правда, есть какая-то методология? Наверное. Я же никого не обвиняю. Но как-то все у нас странно в стране. Причем я соглашусь с вами, Алексей. Лучше всего ввести именно предметные разговоры. А знаете, самое главное, вот мне, когда говорят, все не так. Я говорю, ну, допустим. Скажите, как правильно-то? Ну, по меньшей мере, все-таки асфальт в снег. Да еще по два-три раза в год. Это так еще по-божески. А то и четыре-пять раз. Ну, наверное, какая-то тут алогичность присутствует, по меньшей мере. Ну, возможно. Ну, не бывает же так, что асфальт раз укатали, а потом срочно у них там труба. Или что-то они опять укатали. Разрыли, опять укатали. Да что ж такое-то? Я думаю, таких фактов масса. Масса, масса. И люди об этом знают. Просто, понимаете, я очень трепетно отношусь к подобным инициативам, проектам, которые вы запустили в Комитете гражданских инициатив. Мне хотелось бы, чтобы вот эти люди, которые себя почему-то не слугами народа считают, а нечто большим, реагировали. Да, да. Потому что вот пока обратную связь я вообще не прослеживаю. Ну, кроме отписок там. И вот сейчас мы переходим, собственно, к интерактивной части. Константин пишет. Назовите сайт, где это чудо. И вопрос, чем будет отличаться от отписок, таких как сайт вопрос президента. У меня есть множество примеров, пишет Константин. Сам отправляю жалобы. И мне либо формально отписываются, либо делают опять же формально. Некий кивок, живой пример, написал о дырах на дороге. Подробно, что и где. Через два месяца прислали бумагу, что все сделали. А по факту 5% от описанного. Понимаете? Вот и все. Жизнь другая. А вы, Алексей, говорите, что они будут реагировать. Кого-то будут снимать. Да чихать они. Вот смотрите. Наша задача обратиться... По всем вопросам, понятно, можно обращаться к президенту. Но понятно, что все это сквозняком куда-то там уходит на того, кто физически должен дать ответ. И дальше так же сквозняком проходит мимо. А наша задача найти вот того самого минимального человека, принимающего решения, и адресовать это лично ему, чтобы не в целом вот так куда-то в страну сыпались жалобы, и из страны же они обратно и возвращались. Они были персонифицированы и отражались на конкретном рейтинге каждого конкретного ответственного. Вот с фамилией, с фотографией, с уровнем годового дохода и с прочими публичными данными, которые он и так обязан публиковать. И тогда можно будет говорить конкретно о том человеке, что он родивый или он не родивый. Вот это очень злые письма. Сергей пишет, открытость бюджета, прозрачные дороги, вопросительный знак. Сам писал конкурсы. Несложно и с такими законами сотворить. Посмотрите на пенсионные фонды то, сколько они тратят на здания, машины и остальную красоту, кроме как помощь населению. Справки? Ага. Только при получении даже разрешения на строительство и ввод в эксплуатацию объекта, только на госпошинах в Росреестр и кадастровую палату убегаешь всем. Стеры письма, как они приходят, не редактируют. А деятельность архитектуры, мало того, что платные, еще и кратно намекают, без взноса не получишь, а то вообще откажут. Вот снимите этот стенд, где вас заставляют собирать справки, чтобы убегаться. Пришлите нам, мы эту ситуацию обязательно разберем. Прямо конкретно, где это есть. А по поводу того, сколько там, вот вы говорите, тратит пенсионный фонд, это же хорошо, что вы об этом пишете. Это значит, что портал госзакупок работает, и вы там все это видите. Да, но эти-то, господа, продолжают тратить. Уверяю вас. От нашего возмущения. Тратили бы гораздо больше, если бы этих возмущений не было. Это факт. Ну, наверное. Вы же не знаете, сколько они не тратят. Но мы видим, сколько вот это все, это все благолепие для себя любимых. Мы это видим. И это работает. Добрый вечер, как вас зовут? Алло. Алло. Да, вы в эфире, как вас зовут? Добрый вечер. Илья, Москва. Мне интересно по поводу ответственности и так далее. Просто я работал в нескольких структурах, подвенесных правительством Москвы. Подвенесным департаментом. В одном, во втором. И вот ситуация. Приходит, допустим, какое-то письмо в некий департамент. Дать ответ. Департаменту обычно самому, как таковому, давать ответ лень. Он сбрасывает свою подведомственную структуру. Далее свою подведомственную структуру расписывают какому-то исполнителю. И вот самому мне иногда приходит вопрос, приходили вопросы, на которые я не знал, как ответить. И что делаешь? Пишешь, ну, на самом деле, как придется. То есть, ну, начинаются отписки и так далее. В департаменте потом чуть-чуть подкорректируют и перебрасывают. Поэтому как можно говорить о конкретной ответственности, если все работает так? Работает не на то, чтобы дать результат, а на то, чтобы закрыть вопрос и отчитаться, что вопрос закрыт. Спасибо. Спасибо. Простите, Илья, у нас одна минута. Пожалуйста, Алексей. Вы, безусловно, все правильно сказали. Но все это так исходит на нет. Если это запаковать в письмо, кому-то прислать, и все умрет потом. Человек выкинет, скажет, вот опять дрянь какую-то ответили. Но как только вот эта вся ерунда за конкретной подписью становится публично доступна и начинает обсуждаться, уверяю вас, 25 раз еще в следующий раз подумайте. Дергаться начинают. Писать там ахинею всякую или нет. Вот то, что вы говорите, лишний раз убеждает меня в том, что мы на правильном пути. Такого полно просто. Это не собрано в кучу и незаметно. Ну, и тут высказывают слушатели претензии, что заходят с поисковиков и не обнаруживают. Вот, в частности, Сергей напишал, он через Яндекс ничего не нашел. Вам с агрегаторами все-таки поработает. Мы это все сделаем. Я просто скажу адрес. www.budget4me. budget4me.ru Он только недавно открылся. Сейчас мы с поисковиками все сделаем. Весной, да, будут предварительные итоги? Весной приглашайте. Приду, поговорим предмет. Алексей Попов, директор проекта Комитета гражданских инициатив «Открытый бюджет». Продолжение следует.